Живо не! За канатом! Поднимай! Вставай! Здравствуйте! И приветствую вас! Как поживаете? Спасибо! Вы знаете, очень хорошо! Ну и слава богу! Вы откуда будете? Я харьковчанин! Я из Красноярска! О чем общаемся? О том, о чем спросите вы или скажете, что вам ближе, что вам дорого? Теоретически основа ультразвука. Я в этом не очень хорошо разбираюсь. Можно даже сказать плохо. В начале диалога вы сказали на любые темы, которые предложу я. Да, разумеется, я могу поддержать или не поддержать. Слушаю вас, ваш вопрос... А зачем я буду предлагать? Я должен угадать ту тему, которая вам? Нет. Правильно? Нет. У вас какая-то играет по нему? Нет. Говорите про ваш ультразвук. А, вы хотите послушать монолог? Нет, я хочу вопрос ваш услышать про ультразвук или тему какую-то там... Я же вас спросил, вы знаете, что это ультразвук? Ну да, в общих чертах да, но недостаточно хорошо. Ну и что же, это по вашему мнению? Ну, это колебания с частотой, по-моему, от 20000 или от 50000 Гц. И далее. Даже близко не надо. Механические колебания в какой-либо среде с частотами... Ну да, практически, да. С частотами... Ну, насколько я понимаю, я бы сказал, больше 50 000 Гц. Только не в среде. Только не в среде. А в чем? Это упругие механические колебания частиц среды. Частицы среды. Да-да-да, это не в среде совершенно, это частицы среды. Это сама среда колебания. Это сама среда колебания. Да-да-да-да. То, что среда из частиц состоит, это как бы совершенно непонятно. Какая именно? Среда. Ну да. Ну, например, газ, жидкость, твердое тело. Ультразвук может распространяться в воздухе? Может. Потому что воздух это смесь газов может. Приведите пример. Приведите пример? Ну да. Если вы утверждаете, что он может распространяться в воздухе... Ну, ультразвук действительно может распространяться в воздухе. Ну, например, вот эти вот... Каким образом? Эти самые летучие мыши при помощи ультразвука. Вот, видите. Ну, вот видите, если подумать немножко, то, так сказать, да. Я не отрицал этого, мне просто хотел... Да, я с вами совершенно согласен. Но будут распространяться в газе или в смеси газов там и так далее. Пожалуйста. Ультразвуковые, например, датчики расстояния. Будет очень большое затухание. Будет очень большое затухание. Ультразвуковые, например, еще приборы и датчики расстояния, например. Там тоже ультразвук в воздухе распространяется. И мы можем определять... Вы сейчас имеете в виду эхолокацию? Да, конечно же. Ну, вы же технически знаете, что есть датчики... Там по большей части распространяется радиосигнал. 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 Есть ультразвуковые датчики. Не путайте руку. Ультразвук и радиосигнал. Разумеется, есть ультразвуковые датчики расстояния. Там ультразвук распространяется в воздухе, например. Да ладно, приведи пример. Да точно. Ну, приведите пример. Есть, еще раз. Пример. Ультразвуковой датчик расстояния. А я скажу, что нет, приведите пример. Но сейчас же вы отказываетесь со мной спорить. Я, тем более, с вами спорить даже не собираюсь. Я вам просто говорю, приведите пример. У меня в лаборатории лежит ультразвуковой датчик расстояния. Ну, то обратно. Да точно. Как называется? Как называется? Я не помню, как называется. Работает на частоте 56 кГц. Да ладно. Да точно. Очень. Очень интересно. Очень интересно. Да точно. Слушайте, а я вот скажу, что у вас нет такого прибора. А я не буду спорить. Если вы лучше знаете, что у меня есть и что у меня нет. Я не знаю, что у вас его нет. Я понял. Ну, я не буду спорить. Я понимаю, да. Я понимаю, это национальная идея Украины. Немножечко приврать. Точно, точно. Точно. Это ложь. Это ложь. Это ложь. А на 40 кГц. Угу. 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 Угу.